Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Эта линия говорит, что из-за не-африки, которые не-африки, в зиму, в зиму, в зиму, в зиму, из-за этих публоких, лабонных, фибрисов, армия, итальянцев, и иранщиков и индейцев. У нас есть пласты, который будет формироваться по публоких и, в частности, асиатикам. И потом, по другому, все остальные питания. В другой стороне мы, по-моему, все асиатики из Асии, Запон, Тибет, Кореа, Монголия, China, Таиланды, Филиппиня, Индонеси, и, по-моему, все асиатики из Америки. И в этом класте мы, в пендике, полинеси, микронеси, австралии и папуэс, и миа, в центре затрачал нота, форма асиатики из Принетики. Оскорбatin, как насидно выращивается, что, через него, значит, у нас еще раз, мы, по-моему, все асиатики из Америки, за нашим другом кар сябутим. Мегазан на краю она, Впрочем, мы будем пройти все, все, что необходимо, в протяжении на протяжении, но сегодня мы будем в центре на этот группу, в поблаке, которые смотрят все, что все остальное, очень все, просто и только, ощества. Впрочем, какие важны в США? Ну, как я сказал, в США, это функция, которая является в территории, который идет после этого. После выхода из Африки, все обладают в Африки, и Африки выполняют дистрибью. Это мы видим в каждой доме. Мы, когда мы входим в апартаменты, мы входим в петель, где уже есть петель, чтобы входить в Африки. Африки идут в Африки, и из Африки, и из Африки, все обладают в Африки. Мы все обладаем в Африки. Но все обладают в Африки. И все обладают в Африки. В нашем сайте. Сегодня мы поговорим, и в частности, из Африки, из Африки, из Африки, из Африки. И сегодня я хочу поговорить, что она из Африки, из Африки... и мы можем читать эти паблики и о том, что мы знаем. Это немного другое, я вам понадобится, что 4-5 пабликов, но я лечу быстро. Дислены авторы о том, что в Ислях Андаманх, в Ислях Адаманх, у нас есть около 4 тримбов, которые говорили лекулы различные, но распространенные. В Ислях, в истерах, эти тримбовы были еще разнообразны, от an людей, а от минимум рациональный объявляют на индивидуанских негативах, и отрела на уникальнуюietnamу, учитывая в 5.000 или 6.000. Продолжение почти акциировать за контрактом сurateяным, в том числе и ингредиенты, патри за отбитки, патри за отбитки, патри за отбитки и патри, 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 на действующих азартах. У гернала улечески это употребляя в своем bancе, о которой они ограничили переводу и украины, потому что, в случае, одного и супер, и другие судьбы могут быть в виду за это, Алии бобиль-лайови Но у военнослужащие Домбардельным В «Барково» Это терроризм, но не придет все поисковик Солнцем, потому что Коми Иван и Аллиан Дов arbит Гольфон Бобиль-лайов Реальдия Слезоск Силоск И Домбар Ингрейс Их Их на ланше с мальчиками, и индивидуумы уничтожили курицу, с курицей курицу и уничтожили и уничтожили, когда еще были в свое время, в море, как и уничтожили свои друзья, которые могли избежать и разбежать на море. Этот эпизод вызвало фeroз равензия и ориентиры, в первый год. Они уничтожили, они заставили и остальные жили, и уничтожили, и уничтожили, разуме God, который был донемок, для религации. Внутри химии и вовсе нет никакого контакта до этого года. В 1931 году ввели бы много различных связок на северах. В 1931 году в России находились в антрополио-италии, который был последовательным жизненным днемية. В России был созданным решением и создавал демонтирование. И это единственный, который нам сопровождает новости. Продолжение следует... 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 Мы должны быть связаны с англобанскими, которые всегда были наиболее поиском, и по своему обучению географии, он был очень интересный центр для интереса из англобанскими. Мы не забываем из Америки. Америки в своем моменте, и уже discutим эти отношения между теми и американскими и англобанскими. Мы находимся с Великой Мунтой, а с другой стороны, и я думаю, что у вас будет очень интересно, и я думаю, что у вас будет очень интересно. Я имею в виду пирме, с Атса, с Сан-Науэ и с Коисан. Все эти группы, с модами жизни, в кафе и в коллекции, мы уже говорили, что могли быть связаны с первыми homo sapiens, и это были основной, что они уронили. Если мы идём в Куадрину, что находится в Азреля и в Субъезде Асиатику, мы видим что количество оболоков в которых мы находимся, или в их возле, в кафе и с сан-Науэнск, в сан-Науэнске, это огромная. Я говорю, что я имею в виду пирме, А какая была женщина андре afternoon, которая упала как особенный пыль из исследований? Не знаю Throughout какая немедленно она JAY freshere, а какая жизнь может листвовать Ассия? äh an злазный Зрязный activist измитрий с C Типа хуману, и, естественно, нам напоминает очень много африки. Однако, они находятся где-то, и это то, что представляет Алина Сан-Даву. Как вы думаете, какие-то антропологи связаны с Каза, с Сан-Давуэль, с Коисан и с Пигмеос, и появляются тысячи километров. Алина Сан-Давуэль Алина Сан-Давуэль Алина. Ведя измерили и, по-другому, Алина Сан-Давуэль иc-Пигмеоседа ** Tenemos al menos tres poblaciones muy típicas de las que se habla con nombres parecidos. Esas tres que marco, una de las Islas Andamán, otra de las Islas Andamán, otra de las Islas Andamán y que son conocidos por el nombre de Negritos de las Andamán, Negritos de Filipinas y los Oranas de la Península Malaria. El nombre que me refería, hablando de los coloniales, era ese Negrito. Negrito es un nombre que describe para nosotros algo muy particular, porque podemos asociar una imagen concreta y que ha pasado a la literatura posterior, pues por ser ese nombre tradicional, ese nombre antiguo, proporcionado por los primeros exploradores. No es un nombre de los que a mí me gusta utilizar, yo diría que son los más llamados Negritos, pero realmente se les llamó Negritos por esa apariencia de piel oscura que tanto nos salta a la vista a los humanos que somos animales fundamentalmente visuales. Así que, que sepáis que esos Negritos de la Islas Andamán no están solos por ahí por el subcontinente asiático, sino que los Negritos de Filipinas, los Aeta y los Semán de la Península Malaria también entran dentro de los grupos a los que podemos juntar por disponer de un aspecto físico particular, parecido entre ellos y diferente al de muchos de los que tienen alrededor. Bien, la hipótesis que yo le pongo afronteo tiene que ver con las expansiones que nombré el último día de clase relativas a la distribución de los asiáticos y de las posibles vías de colonización que le habían llevado a que Homo Sapiens ocupara todo el territorio de la Asia. Bien, yo decía el último día que había dos potenciales expansiones humanas en Asia desde África en esa primera olegada de salida de Homo Sapiens de Europa. La primera iba muy pegada a la costa del Océano Índico por todo el sur del continente, por el subcontinente indio y llegaba hasta el subeste de Asia. La segunda era una que iba un poco más al norte y que acababa dando un patrón de flechas y de direcciones de colonización que parecía sorprendentemente igual en todos los trabajos que se consumían. Bueno, yo hacía una primera valoración y lo que comparaba era esas potenciales rutas con una serie de accidentes geográficos que creo que debían ser muy importantes de pasar ahí la época. Y me refería a desiertos con una serie de accidentes geográficos que no debe ser una cosa fácil para traspasar, incluso ahora con material de primera y con todo lo necesario, con todos los aportes necesarios para pasar. Bien, mi hipótesis para explicar el origen de los andamaneses y de esa gente que vive en ese rincón del mundo es que tal vez estos seres puedan tener que ver con esa primera expansión de los humanos a partir de África que recorre todo el continente asiático por la costa del sur y que llega hasta esas zonas tan bajadas. ¿Cómo podemos encontrar ahora un equipo humano de esas características? Bueno, pues lo podemos encontrar si partimos de un escenario de una hipótesis concreta en que estos señores emigraran de África, salieran por esas vías terrestres de África, siguieran por el sur, por la costa del Índico de todo Asia, intentando mantenerse en un sistema ecológico más parecido, lo más parecido posible al que disponían en África. Ya hemos hablado aquí muchas veces de la condición de animal tropical que tenemos en los de nuestra especie y que fueran capaces de llegar a esa isla en algún momento en el que se pudiera pasar por algún medio terrestre o de no ser posible esto, pues aliviarse de algún tipo de tecnología que les permitiera flotar y les permitiera trasladarse hasta esas islas. Desde este punto de vista, seguramente sería razonable el que los habitantes de estas islas, si hubieran quedado genéticamente aislados durante una cantidad de años importante, que mantuvieran todavía las características humanas de los tipos de los que hayan. ¿Cuántas poblaciones encontramos de piel negra en el mundo, aparte de los africanos? Los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos. ¿Dónde están los aborígenes australianos? Ahí un poquito más abajo. ¿Alguien conoce alguna población más de este estilo? ¿En India? ¿En India no hay? En la India, me supone más problemas. Sí, algo hay, pero me es más difícil hablar. ¿En el Caribe? ¿Eh? ¿En el Caribe? En el Caribe, sí, pero en el Caribe todos sabemos cuál es el origen. Es eso que llamamos con un eufemismo afroamericano. Para no llamarles americanos negros, si no le ves. Nos hemos inventado el afroamericano, que no debe ser lesivo para nadie. Vamos, yo creo que un blanco y un negro se denominen por el nombre y su color de piel, pues tampoco tiene que ser deligrante para nadie, siempre que se utilice sin ánimo de despertar connotaciones que todos conocemos. Me refería a Papua Nueva Guinea. Sí, yo creo que también podemos encontrar poblaciones de estas características, pero como dedicaremos una semana a Oceanía, pues ya hablaremos de Papua Nueva Guinea, el hilo de los documentos de Jared Diamond y de alguno más que ha estudiado esa zona. Bueno, testigos de la primera expansión de los grupos humanos desde el este de África, hace más o menos 60, 70, 80 mil años, los consideráis compatibles. ¿Alguien se le ocurre algún otro posible origen para estas poblaciones que no sea el que estén sacadas de África directamente? Nada. ¿Qué prueba nos haría falta para saber si eso que estamos comentando es cierto? En un clúster con genes salen a parte. En un clúster con genes salen a parte. ¿Estáis de acuerdo? Pero, ¿qué otra prueba podemos aportar? Antropométrica. Antropométrica. ¿Y cómo distinguimos a estos señores de otros africanos pequeños? No, no soy antropólogo. ¡Ah, que yo no soy antropólogo! Ahora no te bajes, metes baza, pero ahora te bajas del calvano. No, esto es algo así. Lingüística. Lingüística. Bien, Álvaro. ¿Qué tendríamos que encontrar? Que se parezca a su lengua a la de los africanos correspondientes. ¿Qué tipo de lengua es esa? Coisán. ¿Tronco? Coisán. Coisán. ¿Qué característica tiene el tronco Coisán? Los chasquidos. Los chasquidos. ¿Cómo? Sería razonable buscar si en las lenguas de los andamaneses existe algún resto de esos chasquidos que son propios solo de los cazadores de colectarios africanos, pero no de todos porque los primeros lo han perdido. Pues esa sería la evidencia que habría que buscar. Problema. Que no tienen ese tipo de chasquidos. Así que, parecen imparentales físicamente con los coisán y con los chasza, pero debería quedar algún resto de esas lenguas. Sí. ¿Queda? Pues no. Parece que no. Así que, hasta ahí nos vamos a quedar con el tema de los andamaneses y mañana intentaré dar alguna evidencia más que nos hable de cuál es el origen último de estas poblaciones. Vámonos. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok